Евгений Хохлов – дирижер Самарского академического театра оперы и балета, родом из Санкт-Петербурга. Бабушка Евгения Хохлова пережила блокаду Ленинграда, поэтому об ужасах того времени музыкант знает из первых уст. Во время проведения международной акции «Читаем детям о Великой Отечественной войне» Евгений решил рассказать детям о блокадном Ленинграде и его связи с Куйбышевым. Для этого он прочитал произведение Юрия Яковлева «Девочки с Васильевского острова» и дал послушать школьникам седьмую симфонию Шостаковича. Я сам выбирал и произведение, которое я хотел бы прочитать. И поскольку оно напрямую связано с моим родным городом Ленинградом, Санкт-Петербургом, и связано с блокадой, оно неразрывно также связано с Ленинградской симфонией Шостаковича. Вот такая связь двух городов через имя Шостаковича, через эту симфонию, ее симфонию Победы называют, она такая очень сильная, и мне показалось, что детям важно знать о таких пересечениях. Акция «Читаем детям о Великой Отечественной войне» зародилась в Самарской областной детской библиотеке в 2010 году. За годы проведения она объединила более 85 регионов России и около десятка других стран. Участниками акции стали более 7 миллионов детей и подростков. Книги подбираются с учетом их возраста. Мы читаем рассказы не о военных действиях, все-таки дети. Мы читаем о ярких эпизодах, о человеческих качествах лучших, о подвиге. Зачастую это ровесники сегодняшних детей. И вот хорошая книга о войне – это как раз для детей. Это книга о конкретном человеке в конкретных обстоятельствах. Основная идея акции – живое чтение вслух и обсуждение произведений с детьми. Для этого приглашают почетных чтецов, известных жителей Самарской области, ветеранов и детей войны. Книги о войне детям читали режиссер драматического театра «Грань» Денис Бакурадзе и космонавт Олег Кононенко. В этом году были приглашены дирижер Евгений Хохлов, Юлия Николаева, уполномоченный по правам ребенка в Самарской области, и Константин Доладов, председатель Совета отцов приуполномоченным по правам ребенка. Елизавета Прокопенкова, Игорь Казановский. События. Привычная история. Дети очень просят, чтобы мы почитали.